Под официальными фразами вроде «необходимо проанализировать» или «прошли апробацию» лежал, по сути, простой вопрос. Переходим или не переходим на пятидневку в школе? Родители однозначно «за» рапортовали представителей власти. Нас завалили заявлениями в поддержку реформы. Да и область не против, ведь на поверхности сундучка с плюсами короткой учебной недели. Такой весомый аргумент, как нормальный отдых школьников. Для ребят появляется возможность побыть с семьей, заняться дополнительным образованием. Но и не секрет, что при нынешней ситуации, при шестидневке, у ребенка, ну, по сути, семидневка. Потому что в субботу, вернее, в субботу учимся, в воскресенье готовим домашние задания. Члены общественного совета, профессоры, редакторы, директора и учителя, что дипломаты в рассуждениях осторожные. И синхронные, например, наша съемочная группа поинтересовалась у двух разных людей. Доктора психологических наук и редактора издательства. Каковы основные риски перехода? Ответ слово в слово. Да я не вижу минусов, я вижу риски. Я бы сказал, не минусы, а скорее риски. Пусть будут риски. Их нашлось немало. Что будет со стажем, а с детьми с ограниченными возможностями. А как будет компенсироваться потерянная учебная нагрузка? А зарплата? Если она станет еще меньше, то возникает вопрос, а кто там будет работать. Но, к счастью, накоплен определенный опыт, когда вот эти потери, учебные нагрузки, они компенсируются за счет внеурочной деятельности. Внеурочными занятиями и планируют заменить учебный день в субботу. Педагогов зарплата та же и отдыха больше. Но это в областном центре. Знаю, что на селе не просто организовать досуг детей, библиотеки, дома культуры, спорт. Там с этим, наверное, потруднее, чем в городе. Это тоже задача. Этот вопрос обсуждается уже полгода. Десять школ в качестве эксперимента уже перешли на пятидневку. С первого сентября их может стать и, скорее всего, станет гораздо больше. Точную цифру пока не называют. Впрочем, каждая школа по-прежнему имеет право выбора, вставать или нет на новые рельсы образования. Александр Лисицын, Олег Лушников. День в событиях.